Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. Может быть кто-то случайно зашел. Сегодня у нас на обзоре очередная ручка, которая пришла с магазина Алиэкспресс, это ручка Hero 7018, пришла она вот в такой вот упаковочке, но я не стал показывать саму распаковку, это собственно не особо интересно, важно то, что вот пришла такая ручка. Это ручка Hero 7018. По магазинчисленным просьбам моих 21 подписчика я убрал пыльную розетку. Теперь у нас более порядок на столе, хотя тут иногда встречаются разные осколки, всего что угодно. ручка собственно в таком вот черном серебристом исполнении. Такая у нее серебристая отделка колпачка, держатель тоже такой симпатичный, перо. Очень похоже на ручку 7032 Hero тоже. Вот. Они практически идентичные, единственное у них отличается вот держатель здесь. У этой ручки серебристое оформление, а у той такое золотистое наоборот. Ну все как обычно. Здесь собственно емкость для чернил винтовая, которую тоже в принципе можно снять, вот она вставляется тоже назад, также можно использовать такие емкости, которые можно вставлять тоже самое сюда же. Я думаю, что все будет прекрасно. Вот. Теперь мы ее заправим. Уже потом, после этого покажем, как она пишет. Ручка шла, вот эта ручка шла 22 дня. Продавец хороший, все тот же самый продавец, у которого я заказываю. Прекрасно общается, идет на контакт. Поэтому мне нравится. Ну это заказная ручка, это мне заказали. Вот, поэтому после обзора я ее отдам собственному владельцу. Хотел узнать владельца, чем заправлять эту ручку, но поскольку владелец недоступен, поэтому заправим ее синими чернилами. Итак, опять же, по совету одного из моих подписчиков, я буду заправлять прямо сюда, вот, прямо в эту емкость, чтобы не пачкать перо. Итак, чернила. Ох, все падает. Это даже хорошо. Уже кляксы пошли. Ничего. Дряпочка опять же. И, собственно, сам колпачок. Ну, медленно заправляем, чтобы у нас смочилось все там, чернила нормально, побольше заправились. Вот так вот. Так, это мы сейчас промокнем, чтобы не испачкать там ручку. Так, а что у нас фокуса нет? Ага, промокнули. Какие-то волоски китайские. Значит, чернила сразу закрываем, убираем. Умеет свойство обычно падать и заливать все чернилами. Такая открытая баночка. Ставим сюда ручку. И, собственно, закручиваем колпачок. Да, ну, еще поподробнее об этой ручке. Эта ручка, перо в нее, как я уже говорил, похоже на 7032. Хиру, по утверждению продавца, это иридистое золото. Не знаю уж на сколько, не могу судить. Толщина пера 0,7 мм. Сейчас посмотрим, как она пишет. Немножко добавим чернила, чтобы они смочились. Смочили тут приемничек. Ну, это все вот первая заправка. Обычно она такая, пока все там капилляры не смочатся. Очень сложно. Сейчас. Угу. Опять. Продолжаем разговор. Все, теперь я знаю, как точно называется. Итак, вот эта вот штучка, которая находится под пером, она называется коллектор. Собственно, для чего она нужна? Для того, чтобы на перо осуществлялась подача чернил. И, наконец, нет никак. Так, сейчас. Вот, наконец-то, она записала. Так, итак, ручка перевая Hero 7018. Ну, перо мне, собственно, нравится. Но это такое жестковатое все-таки, вот жестче перо. У 7032 немножко помягче перо. Видимо, все-таки они отличаются, видите? Вот. Вот с нажимом получается. Вот такие можно тоненькие всякие штучки рисовать. Ну, что напишем? Ну, что напишем? Ничего, пишет хорошо. Вот, мне нравится. Поэтому продавца я, собственно, рекомендую. будет внизу под видео ссылочка на этого продавца. Очень хороший продавец всегда отзывается. Вот. Если вот, как обычно, вот так попробуем писать с таким противовесиком. Ну, кстати, так даже удобнее. Так, ну, нашу традиционную. Ничего, пишет хорошо. Мне нравится. Итак, ручка Hero 7018. Рекомендую покупки. Ручка с открытым пером. Толщина пера 0,7 мм. Резервуар для чернил. Как можно использовать его штатный. Так, собственно, можно использовать и сменные картриджи для письма. Материал пластик. Довольно такой жесткий. Ну, собственно, то, что нужно для ручки. И закрывается тоже жестко. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. Что-то, может быть, я неправильно говорил, исправляйте. С удовольствием будем ждать ваших замечаний. Тем не менее, до новых встреч. У нас впереди еще несколько ручек, которые пришли из Китая. Поэтому ждите. Будет такие небольшие обзорчики. Поэтому до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова